Православный пост морально устарел, а всем пофиг. Пост это аскетическая практика, заключающаяся во временном ограничении еды и питья. А также и других удовольствий, например, зрелищ и кекса, которые не еда. Ну да, кетва не еда. Кекс. Есть такой на букву С. Пост применяется в разных религиях совместно с другими аскетическими практиками. И у поста есть противопоказания. Например, если постящийся становится нервным и злым, лучше не поститься. Или постящийся хвастается тем, как он строго постится. Тоже лучше не поститься. Пост в том виде, в каком он показан в современных церковных календарях, сформировался в Средневековье и ориентирован на средневековый уклад хозяйства и на средневековую пищу. И для своего времени он был очень практичен и полезен, так как помогал рационально распределять пищу в течение всего года. Но к 20 веку такой пост морально устарел, так как, во-первых, продукты питания стали другие. Во-вторых, снабжение и хранение этих продуктов питания тоже стало другое. И в-третьих, появилось научно обоснованное рациональное питание, в соответствии с которым начала работать и пищевая промышленность, и производить вкусные и полезные продукты питания, но неудобные для поста по средневековому образцу. Поэтому в наши дни пост по современному церковному, а точнее по средневековому морально устаревшему уставу, это противоположность первоначальному замыслу поста, как аскетической практике. Постное питание не проще, чтобы больше сил оставалось на духовной деятельности, а сложнее и дороже. А самое главное противоречит христианскому вероучению, которое отменило ветхозаветные пищевые запреты. То есть Христос и апостолы отменили учение о чистой и нечистой пище, а современные церковные иерархи вернули в христианство учение о непостной, фактически о той же некошерной нечистой пище. И когда наши православные зрители видят, как в пост мы живем свиные ребрышки на мукбанге и обвиняют в непослушании церкви, то мы поднимаем вопрос, о послушании какой церкви идет речь? О древней общехристианской апостольской, отменившей пищевые запреты, или о современной поместной гундяевской, практикующей пищевые запреты? Лично мы выбираем апостольскую. За учение апостольской церкви вообще-то христианские мученики умирали, а как показала пандемия коронавируса, современные церковные иерархи отрекаются от своего учения по первому же приказу светской власти. Вот придет в церковь Минздрав, как приходил Роспотребнадзор, и велит прекратить проповедовать неправильное питание. И я уверен, что со следующего дня, с каждого церковного амвона и из каждого православного утюга, священники будут призывать не портить здоровье соблюдением морально устаревшего поста. Еще газлайтить на тему, что церковь и раньше не призывала этот морально устаревший пост соблюдать, и все неправильно поняли. А уже сейчас священники жалуются, что как только пост, то сразу прихожане начинают их доставать вопросами, что можно есть, а что нельзя, и рассказами о ссорах на почве постного и непостного питания. Раз есть такая проблема, то почему бы не поднять вопрос на архиерейском соборе, и не задвинуть морально устаревшие пищевые запреты огромным пуфикам, которым уже задвинуты морально устаревшие апостольские правила о женах архиереев, о рабах и рабовладельцах, о деканисах, и о том, что монах не будет ни священником, ни епископом. Я думаю, что лицам, принимающим ответственные решения, пофиг. Ну а нам, независимым блогерам, не надо выслуживать перед церковным начальством, и нам не пофиг на свое здоровье и на свою душу, поэтому мы питаемся вкусно и полезно, и не стесняемся этого, и другим тоже желаем питаться вкусно и полезно. Соблюдение поста в том виде, как это предлагает церковь, похоже на дорогое и вредное для здоровья хобби. Это что-то вроде реконструкторов, где здоровые и сильные мужики делают подобие средневековых мечей и доспехов из современных материалов, и играют в средневековых рыцарей, ну пока не переломают себе кости. А любители поститься играют в средневековых поваров и в средневековых едоков, делая средневековый пищевой рацион из современных продуктов, пока не получат язву желудка или сахарный диабет. Из того, что постное питание морально устарело, не следует устаревание других аскетических практик. Лично мы в пост чаще ходим в храм, чаще читаем Библию и смотрим и слушаем контент на религиозную тему. Вместо нашего любимого научно-популярного и развлекательного контента. Это тоже самоограничение типа аскетика. Поэтому мы, когда приходим в храм на исповедь перед Евхаристией, мы с честной христианской совестью говорим, что мы постимся как можем, а на подробности священнику пофиг. Потому что у него сзади нас стоит огромная очередь на исповедь. Ну а если священнику не пофиг, он начинает докапываться, что мы едим, и начинает нас учить, что есть, а что не есть, то нам пофиг на такого священника, и мы идем к другому священнику. Христианство ни в коем случае не отменяет теорию эволюции и естественный отбор. Поэтому, чтобы выжить, надо поступать разумно. Поступать разумно.